В Москве действует агент американской разведки по кличке Трианон. Поиск шпиона, возглавляемый генералом КГБ Константиновым, ведется по нескольким направлениям одновременно. Самый короткий путь разоблачения Трианона заставит Джона Глэба открыть имя своего московского агента. Для этого Славин, находящийся в Луисбурге, должен быть вооружен неопровержимыми доказательствами причастности Глэба к международной контрабанде наркотиками и его связей с неофашистами. Константинов вылетает в Берлин. В архивах Министерства госбезопасности ГДР он ищет сведения о нацистском преступнике Вильгельме Шанце, который когда-то в Гонконге помог Глэбу уйти от правосудия после провала очередной контрабандной операции. В Берлине Константинов встречается с советским журналистом Дмитрием Степановым и просит его разыскать американского газетчика Дональда Ги, работающего в Западном Берлине. В конце 60-х годов Дональд Ги вел расследование махинаций Джона Глэба, связанных с контрабандой наркотиков, и располагает обширными материалами по этому делу. Дональд Ги, опасаясь мести Глэба, отказывается предоставить Степанову свои материалы, однако подсказывает ему, как разыскать Эму Шанс, жену Джона Глэба, которую тот держит в психбольнице под Луисбургом. Тем временем, один из руководителей ЦРУ, Майкл Вэлш, сознавая, сколь важны сведения, поступающие из Москвы от Трианона накануне захвата Нагонии, приказывает развернуть операцию прикрытия Трианона, которая увела бы советскую контрразведку по ложному следу и отвлекла внимание чекистов от реального агента. Реализует операцию прикрытия Джон Глэб. Он хочет направить подозрения советских контрразведчиков на Андрея Зотова, бывшего мужа Ольги Винтер, и подать его как Трианону. Вернувшись из Берлина в Москву, Константинов узнает о том, что умерла Ольга Винтер. Смертью вызывает подозрения чекистов. Константинов встречается с людьми наиболее близкими к Ольге и с их помощью пытается восстановить во всех подробностях последние дни и часы ее жизни. Становится известно в частности, что незадолго до смерти у нее наметился разлад с Сергеем Дубовым, человеком, ради которого она оставила Андрея Зотова. Генерал Константинов и полковник Макаров беседуют с врачом, во время дежурства которого умерла в больнице Ольга Винтер. Выясняется, что вскрытие трупа Винтер не проводилось по просьбе ее отца. Константинову необходимо выяснить мотивы этой просьбы, и он обращается за помощью к старому другу Виктора Львовича Винтер, академику Вогулеву. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно к тебе, Витя? А, Миша, хорошо, что пришел. Иди гуляй, пес. Хорошо, что ты пришел. Хочешь выпить? Мне же в вак, Витя. Там и ты резвому не весел, а уж выпивши-то, да с моим характером. А я, видишь, потребляю. Не могу иначе. Только глаза закрою, сразу ее вижу. Да, горе страшное. Даже не знаю, что тебе сказать. Почему не мы, почему они дети? Плесни немножко, Миша. Что, спирт? Помнишь, как ты меня учил спирт пить? Не припомню, что-то. Это когда я в болоте увяз. А, а ты знаешь, я в прошлом году туда на охоту поехал по глупости. Думал, что там такая же глухомань, как и в сорок третьем. А там фарфоровый завод построили, дорогу провели. В деревнях антенны телевизионной. А ты когда Ольгеньку видела в последний раз? Я ее очень давно не видел, Витя. Нынче все стали такие занятые, торопливые. Встречается только когда горе. Давно я ее не видел. А тебе кто сказал? Полищук. Микола. Он звонил. Хочу к ней. Я еще должен работать, Витя. Что ты? Кому это надо? Нет. Я тебе скальпель в руках не удержу. Да и сам ты прекрасно это понимаешь. Но почему? Почему ты не позвонил мне, когда Оленьку привезли в больницу? Когда меня вызвали из Дубны, все уже кончено было. А вскрытие что? Я не разрешил. Почему? По всем признакам отек легких. Но отчего? Я такого не помню. Я не разрешил вскрытие. Я не мог разрешить. Но почему? Я ведь ее не одну похоронил. Я ее с ребеночком похоронил. А ну-ка, плеси мне. Может, хватит, Витя. А ты дурака не валяй. Лей больше. У тебя внуки есть у тебя? Внучка. Это хорошо. Внучка. Они нежнее. Как ты думаешь, Оля хотела оставить ребенка? Я ничего не знал. Сережа рассказал мне об этом. Сережа это муж? Муж за границей. А Сережа это человек, которого она любила. И он ее любил. Нет, нет, она разошлась. Вернее, не разошлась, а, ну, рассталась с мужем. Она очень честная девочка. Она никогда не позволила бы себе. Жизнь. А Сережа работает в одном секретном институте. Ну и стали бы парню жизнь ломать. Витя. Ты ведь знаешь, как у нас бывает. Витя. Перебирайся ко мне, а. Ну, хотя бы на время. Катя тебе будет очень рада. С внучкой моей понянчишься. Ну, не надо, старина, не плачь. Ну, не рви душу, Витя. Спасибо тебе. Я... Нигде я не могу быть. Я... Вот Сережа скоро приедет, поселится у меня и тогда... Так вот. Пока Сережа не приехал, я забираю тебя к себе. Спасибо, друг. Ну, только я никуда не поеду. Тут у меня все связано с Оленькой. Привет, Пол. А, привет. Присаживайтесь. Все пьете в одиночестве и ничего не знаете о скандале в местной богательне. Добрый день. Слушаюсь. Здесь их слишком много. В какой именно? На этот раз в ведомстве Лоренса. У нашего главного шпиона? Ну, там ничего не поймешь. То ли бумаги какие пропали, то ли взломали сейф. Если это сделали местные гангстеры, то... то Лоренцу придется платить. Бумаги, судя по слухам, ценные. Ммм... Кстати, странно держать подобного рода офис в отеле, правда? Хм... Почему же об этом? Здесь ничего не слышно? Хозяева отеля умные люди. Они не хотят опугивать клиентов. Какой у него номер? Пол, только не вдумайте ссылаться на меня. 1102. Он сейчас у себя. Если вы его разыщите, обещайте рассказать, как он среагирует на ваш приход. Ладно? Ладно. Я надеюсь вернуться. Если джентльмен захочет выпить, сделайте ему один хайбл за мой счет. Хорошо. Хайбл, сэр. Апельсиновый сок. Понял. От кого к вам пришла информация такого рода? Я не открываю источников моих информаций, мистер Лоренц. Я лишь хочу получить ответ на вопрос. Правда ли, что секретные материалы, связанные с государственными интересами нашей страны, ушли на сторону? Я не комментирую этот вопрос. Тогда позвольте сформулировать его иначе. А правда ли, что кто-то пытался украсть документы той фирмы, сотрудником которой вы являетесь? Да, это так. Позвольте узнать тогда, правда ли, что вы являетесь сотрудником Центрального разведывательного управления? Я не имею к этой организации никакого отношения. Я представляю Интернешнл Телефоник. А какой интерес могут представлять документы вашей фирмы? Имена наших контрагентов, объемы поставок, цены. Все представляет интерес для конкурентов. Значит, вы утверждаете, что документы были похищены вашими конкурентами? Именно так. Теми, кто хочет помешать развитию добрых отношений между нашей страной и Луисбургом. Ну, если ваша фирма работает честно, то как можно повредить отношения с Луисбургом, мистер Лоренс? Любую честную работу можно фальсифицировать. Любого человека можно вымазать грязью. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю вас. Последний вопрос, мистер Лоренс. Я отвечу на ваш последний вопрос. Вы тот самый Роберт Лоренс, который давал показания в Конгрессе по поводу заговоров в Чили. Я давал показания в том смысле, что мы не имели никакого отношения к трагедии, произошедшей в Сантьяго. Но мне бы хотелось, чтобы ваш вопрос и мой ответ не попали на страницы газет. Вы обратились ко мне с просьбой, и я готов выполнить вашу просьбу. Но в таком случае я прошу выполнить мою. Что украли, мистер Лоренс? Это не просьба. Это вопрос. Вы же бывалый человек. Неужели вы не понимаете, что я не могу ответить вам? Неужели вы не понимаете, что мой ответ может подвести людей, хороших, поверьте моему слову, людей, верных и надежных компаньонов в нашем честном деле? Итак, Зотов теперь для нас фигура номер один. Он должен намотать на себя все подозрения, которые есть у них в отношении Трианона, и исчезнуть вместе с ними. Идеальный вариант, если он переходит к нам добровольно. Все равно под каким предлогом. Вплоть до формулы «я выбрал свободу» и выступает в прессе саморазоблачением как Трианон. А какие у русских? Как у них возникли подозрения по Трианону? Знаешь, меня КГБ в последнее время почему-то не докладывает. Конечно, рассчитывать на то, что он сразу же пойдет на публичное выступление не приходится. Но если он согласится остаться здесь, их разведке придется аккуратненько упаковать все свои подозрения и отправить их в сортир. А если не согласится? Тогда туда надо будет отправить всех нас. И все-таки? Придется изолировать его. По крайней мере, пока не завершится операция «Факел». И самим подать его как Трианона. Скорее бы. Честно говоря, я уже на пределе. С одной стороны, надо получить хотя бы еще два-три материала от Трианона. Сейчас им просто цены нет. С другой его надо спасать. Пока Трианон действует, я наведу у шефов. Моя фамилия мелькает на самом высоком уровне, включая президентский. Ты знаешь, у меня какое-то пакостное чувство. Я все время прокручиваю свой разговор с Зотовым, и он как-то не выстраивается у меня. Честно говоря, я никогда не чувствовала себя так неуверенно, как сейчас. Даже на разговор с Трианоном ушла спокойнее. Годы, что ли? Ну что ты, Пилар? Правда, ты знаешь, что-то мне непонятно в этом Зотове. Я не могу просчитать его. То, что он может ругнуть свое, слабая почва. Ругает, значит, иерет, значит, хочет суть исправить. То ли дело был Трианон. Тот всегда был Паинько. При своих говорил так, что хоть на первую полосу правду отправляет. У тебя нет ничего успокоительного? Есть. Есть одно средство. Мы так редко бываем вместе, Джон. Мне так не хватает тебе. Мы все время вместе. Что с тобой, девочка? Это все не то. Я устала. Понимаешь, я не могу больше. Ты не представляешь ведь, как бывает тошно заставлять себя со всякими. Я хочу нормальной жизни, Джон. Я хочу, чтобы ты был у меня один. Детей хочу. Да, я хочу ребенка. И ты можешь смеяться надо мной. Почему же я должен смеяться? Я тоже хочу. Только надо потерпеть немного. Осталась самая малость. Вот свалим эту черномазую тварь Грисо и... Но для этого мне нужен Зотов. Понимаешь, Зотов? Может быть, это в последний раз. Ты должна показать высокий класс, девочка. Да как же мне к нему... Есть одно обстоятельство, которое упростит твою задачу. Какое обстоятельство? Вчера Трианон сообщил, что скоропостижно скончалась его невеста. Бывшая жена Зотова. Винтер? Угу. Ольга Винтер. Вообще-то я никогда не приветствовала за его связи. Но сейчас она может заслужить нам хорошую службу. От чего она умерла? Катастрофа? Да не совсем. Он сообщил, что скоропостижно скончалась. Что это значит? За полгода он запросил и получил 4 дозы первоклассного яда. На случай провала. Для того, чтобы уйти самому, как ты понимаешь, достаточно одной капсулы. Неужели он убил Ольгу? Я помню, каким он был, когда мы познакомились. Мягкий, обаятельный. Мне казалось, он мухи не обидит. А теперь он убил любимую женщину. Господи, что творится в этом мире. Ну, убил и черт с ней. Это его дело. Только сумел ли он обставить все так, чтобы не вызвать подозрений? Вот что меня беспокоит. Ай да, Серж. А ты оказался куда способнее, чем я ожидала. Зотов наверняка еще ничего не знает. Поэтому ты приходишь к нему поздно вечером и прямо с порога вываливаешь ему известие о смерти Винтер. А откуда я узнала? Ну, это не трудно придумать. Если у него возникнут сомнения, организуешь ему разговор с Москвой. Я позабочусь, чтобы один канал связи через Мадрид, а второй через Хельсинки держали на готове для тебя. Он будет в шоковом состоянии. И этот момент очень важно не упустить. Ты слушаешь меня, Пилар? Да-да, я слушаю внимательно. Под большим секретом ты говоришь ему, что Винтер покончила с собой, так как боялась разоблачения своей связи с американской разведкой в Луисбурге через Лоренца. Сколь сможешь упомянуть и меня. А это не бросит тень на Трианона? Зотова мы в любом случае не выпустим, пока Трианон не будет в безопасности. Далее говоришь, что Винтер передавала нам сведения, которые получала через него Зотова, пользуясь тем, что у них общая профессия. Объясняешь, сколь опасно для него возвращение в Москву. Подкрепляешь это тем, что со смертью Винтера у него в России практически не осталось ни одного близкого человека. И что его там в лучшем случае ждет тюрьма и страдания в худшем расстрелу. У русских, кстати, в отношении предателей очень жесткие законы. Что еще? Попробуй поиграть на его ревности к Трианону, как карьеристу и преуспевающему функционеру. Не говори ничего плохого о России и о советской власти. Полная лояльность к его стране. Русские критикуют себя сами, но терпеть не могут, когда это делают иностранцы. Не тратит зря время. Я достаточно знаю русских. Кстати, неплохо было бы, если бы тебе удалось и его уложить в постель. Ты, я вижу, совсем с ума сошел. Он безумно любил Ольгу. И, по-моему, с тех пор, как она ушла от него, любит еще сильнее. И вот я прихожу к нему, сообщаю о смерти жены и тут же предлагаю себе. Эй, не скажи, не скажи, девочка. Ты хорошо знаешь русских, но плохо разбираешься в психологии. Почитай Шекспира и Схила. Вдов утешают в постели при еще не остывшем трупе мужа. А если он откажется? Тогда я... Тогда я ему не завидую. Вырисовывается вот какая картина. По возвращении Дубова из Луисбурга ему предложили повышение. Должность заведующего отделом в управлении. Оклад 350. Отказался. Странно. Потому что не назойливо, но точно дает понять окружающим, что с деньгами у него трудновато. Отказался также и от учебы в академии. Три месяца он ждал должности старшего референта в координационном институте. А клад 200 премиальных нет. А что его привлекло в координационном институте? Может быть, интересные поездки, перспективы роста? Ничего подобного. Командировки ему гарантировали, когда его приглашали заведующим отделом. Практически весь мир. Перспективы роста в координационном институте весьма незначительные. Разве только защититься? Пишет диссертацию? Пока непонятно. Во всяком случае, ему обещали льготы, если он решит писать докторскую. Характеризует положительно, дисциплинирован, скромен. Очень аккуратен в работе с секретными документами. Кстати, какой у него приемник дома? Его нет в Москве, Константин Иванович. Вчера он вылетел в Адлер, рейсом 10.45. А без него... Надо продумать, как выяснить, что у него за приемник. Я прикину варианты. Долго будете прикидывать? Сегодня же. Пилар? Вы один, Эндрю. Вот так везет. Заходите, прошу вас. Как вы меня разыскали? Слава Богу, вы один. Что-нибудь случилось, Пилар? Чем вы взволнованы? Ой, как у вас тут душно. Можно я пройду на балкон? Пожалуйста, только там еще более душно. У меня кондиционер. Если хотите, можно сделать прохладнее. Нет, не надо. Так, хорошо. Да что с вами, Пилар? На вас лица нет. У вас не нается чего-нибудь выпить? Что-то меня все трясет. Конечно. Вам что налить? Что-нибудь покрепче. Пожалуй, даже виски. Ага. Вам со льдом или с содовой? Нет, просто виски. Хорошо. Прошу вас, Пилар. Вы впервые в моем доме. Давайте чокнемся. По русскому обычаю. За ваше здоровье, Пилар. Давайте не будем. Давайте выпьем, не чокаясь. По русскому обычаю. Что это значит? У вас кто-то умер? Милый, милый Андрю. Господи, я... Я взяла на себя эту... Эту... Миссию. Поверьте, я... Я решилась сообщить вам эту... Эту страшную весть. Только потому, что я пришла спасти вас, Андрю. Да в чем дело, в конце концов? Вы можете объяснить, что случилось? Я не видела Глэба два дня, и вы знаете, я... Я поняла, что он не просто торговец. Он имеет отношение к ЦРУ. Угу. Я теперь не сомневаюсь в этом. И не только он. Вы знаете Роберта Лоренса? Нет. Ну, неважно. Фирма, Интернешнл, Телефоник, только ширма. Он тоже оттуда. Ну, эту новость я как-нибудь переживу. А какое отношение это имеет ко мне? Да... Да, к сожалению, самое прямое. Они там затеяли какую-то мерзость. Это может подвести нескольких русских. Вас в том числе. Что за ерунда, Пилар? Спасибо вам, конечно, но, по-моему, вы просто излишне впечатлительны. Должно быть, сегодняшняя информация Интерпола слишком сильно подействовала на вас. Давайте выпьем. И каждый день ведь бывает такой праздник. Живая Пилар. В моем доме. Живая Пилар. Нет. Я должна. Потом... Потом будет поздно. Милый мой. Добрый. Седой человек. Ольги нет больше. В каком смысле? Нет. Что значит? Нет. Ее похоронили три дня назад. Она умерла. Скоропостижно. Что за бред? Откуда вы знаете? Почему мне никто не сказал? Я сама. Я только час назад случайно совершенно услышала разговор у Лоренса с Глебом. Причем здесь Глеб? Что это все значит? Это значит, что она была их человеком. Лоренс ужасно злился и говорил, что она, наверное, провалилась. И как это у них там называется? Самоликвидировалось. Оля! Вы с ума сошли? Так. Кот. А какой код? Как-то в Москву можно звонить через Мадрид? Так быстрее. Дайте я. Дайте. У меня знакомая телефонистка в Мадриде. Ага. Вот, вот. Расита. Здравствуй, родная. Это я. Ты должна помочь мне. Это, это очень важно. Это для человека, очень близкого мне человека. Ах, оставь. Эти шутки сейчас совсем неуместны. Да. Закажи немедленно Москве. Отсюда совершенно невозможно дозвониться. Да, русский. Записывай. Какой номер, Эндрю? А? Куда звонить, если ее... Если она... Боже, какой ужас. С кем вы хотите говорить? С ее отцом. Расита, как только дадут Москву, звони немедленно сюда. Да я у этого человека. Ну, перестань. Это совсем другой случай. Да. 803-17-43. Да, это в Луисбурге. Пиши московский. Абхазские чекисты дали Дубову кличку Высокий. Они сообщают, что остановившись в корпусе маяк в номере 212, Высокий, 8-47, пошел на завтрак. Посадили его за столик рядом с двумя женщинами. Одна из которых, Беленькая, лет 23, вышла с ним вместе из кафе в 9-17. Он предложил Беленькой зайти к нему в номер. Беленькая приняла это предложение. В номере Высокого они пробыли 52 минуты. Вышли оттуда уже в купальных костюмах и отправились на пляж. Там они купались и загорали до 12-49. После чего вместе пошли в то же кафе. За столиком находились с 13-05 до 13-51. Затем отправились в номер Высокого, где пробыли до 16-10, после чего снова пошли на пляж. Вернулись оттуда в 18-26. Пошли на ужин, сев за тот же столик, что и утром. К ужину Высокий заказал бутылку вина марки Тибиани, после чего он пригласил Беленькую на прогулку. Не входя ни с кем в контакт, они вышли с территории пансионата Пицунда. Около почты Высокий оставил Беленькую и, наменяв на 3 рубля 15 копеечных монет, позвонил в Москву по телефону. Во время разговора с неким Виктором Львовичем он говорил, что надо держаться, что он тоже хотел бы уйти к ней, но каждый должен до конца выполнять свой долг перед людьми. Он просил у Виктора Львовича не подниматься еще несколько дней. Сказал, что вернется из командировки через неделю. После этого разговора Высокий пригласил Беленькую в ресторан «Гагрипш», где танцевал с нею до 12 часов. Затем они вернулись в его номер, где и остались. Беленькая это Ольга Вронская, 22 лет, москвичка, секретарь отдела развития районного телефонного узла, комсомолка, незамужняя, украинка. А кому звонил Дубов не установлено? Установлено. Дубов звонил. Виктору Львовичу. Винтер. Да, поговорили. Спасибо тебе, Рассита. Я не могла не сказать Вам, Эндрю. Вы знаете, когда Вы звонили сейчас, я так надеялась, что они лгут. Может, и выпьете. Когда я шла сюда, я всё время думала, как же Вам быть. Ну, в Москву нельзя. Вас тут же посадят. Жена шпионка, муж в Луисбурге. Нет, они наверняка обвинят Вас, вне всяких сомнений. Я полечу в Москву первым же рейсом. Куда Вы звоните? Одному знакомому. Он должен мне помочь с вылетом. Виталий Всеволодович, это Зотов у меня. Да Вы с ума сошли. Он же из КГБ. Вот он таки действительно отправит Вас отсюда в 24 часа с первым же рейсом. А в Москве у трапа Вас будут ждать с наручниками. Не говорите чепухи, Пилар. О, Господи, да наивный Вы человек. Лоренс с Глэбом говорили, что Ольга передавала им сведения о советских поставках в Нагонию. А там... Там со дня на день переворот. Это Славин. Умоляю, Эндрю, не губите себя. Пусть думает, что Вы звонили не из дому. Давайте, давайте все обсудим. А потом, если захотите, сами ему позвоните. Эндрю, я перебрала все варианты. Вам не доказать своей непричастности к ЦРУ. Все против Вас. Но судите сами. У них выстраивается очень логичная версия. Муж и жена работают в одной системе. По одному региону. Были вместе в заграничной командировке. Потом для вида изображают что-то вроде разлада. Хотя продолжают переписываться. Затем ее изобличают как шпионку. Она кончает с собой. А муж, вплотную связанный с Нагонией, в который хотят сбросить правительство с помощью его жены, пытается доказать, что не имеет к этому никакого отношения. Ну, вот Вы. Ну, вот Вы на месте КГБ. Вы бы поверили такому человеку? Ну, даже если бы он был абсолютно чист. Что значит? Это Ваше. Если бы. Не хотите ли Вы сказать, что тоже готовы поверить в то, что сейчас говорили? Ну, во всяком случае, я родилась в свободной стране. И считаю, что человек сам вправе выбирать себе друзей. Я не верю, что Ольга могла предать. Простите мою бестактность, но в Ваших устах это звучит неубедительно. Это разные вещи. Она не виновата, что полюбила другого человека. А Вы? Разве Вы не имеете права полюбить другую женщину? Что? Эндрю, в эту страшную минуту разрешите, я буду рядом с Вами. Опомнитесь, Билар. Оля, как Вы можете. Да я хочу спасти Вас. Вам нельзя здесь оставаться ни минуты. Даже здесь, в Луисбурге, они найдут Вас. Одна команда Славина из Москвы и... И Вы... Вы не знаете, как умеет мстить КГБ. Вам нельзя раздумывать. Вам нужно бежать. Я все устрою. Мы уедем в Штаты. У меня есть состояние. Если захотите, будете работать. Специалист Вашего уровня, да Вас там оценят по достоинству. И Вам не придется работать за гроши, как в России. Вы правда пришли? По собственной воле, Билар? За что Вы? Представляете, что будет со мной, если Глэп выследит меня? Я всем сердцем хочу помочь Вам. А Вы... Простите. Но то, что Вы предлагаете, невозможно. Я должен лететь в Москву. Подождите. Я думаю, что и это невозможно. Я не все сказала Вам. Из их разговора я поняла... словом, они хотят скомпрометировать Вас перед Вашими же. Они умеют это делать. Поверьте мне. Меня? Зачем? Кто знает, что у них на уме? Ах! Я так же... Они уже подготовились. К чему подготовились? К провокации против вас, мерзавцы. Они и вас решили облить грязью. Что это? Это шифроблокнот. Эндрю, умоляю вас, бегите. Вы никогда не простите себе, что упустили такую возможность. Внизу у меня машина. Благодарю за сочувствие, Пилар, но прошу вас немедленно уйти. Спокойной ночи. Ну что ж, воля ваша. Но прежде чем вы позовете сюда Славина, осмотритесь хорошенько. Я уверена, что шифроблокнот это не единственная улика против вас. Они обычно рассовывают их по всему дому. А товарища Славина трудно будет переубедить. Славина трудно будет переубедить. Ну как? Ты знаешь, мне его жаль. Мне тоже, и тем не менее. Мне его жаль. Дай мне сигарету. Жалей Трианона Гвапени. Он твой компаньон как-никак. Ничего мне не вышло. Да это было бы противоестественно. Ты ошибся в расчете, Джон. Вряд ли. Как он отнесся к тому, что может быть скандал? Завтра же он улетает в Россию. Их самолет ушел сегодня. Он улетит любым рейсом. Никуда он не улетит. Что вам нужно? Проходите. Двое останьте в дверях. Что вам нужно? Криминальная полиция. О, господин Зотов. Да вы, я вижу, пытались замести следы. Вам это не удастся. Вот ордер на обыск. Это недоразумение. Или провокация. Вы не имеете права. Ваши действия противозаконны. Господин Зотов, вы подозреваетесь в шпионаже в пользу США на территории нашей страны. И поэтому ваши разговоры о законности, по крайней мере, неприличны. Приступайте. О, господин Зотов. О, господин Зотов. Вы провокатор. Ничего у вас не выйдет. Я требую. Немедленно вызовите советского консула. Ведите себя достойно, господин Зотов. Оскорбляя меня, вы тем самым оскорбляйте закон. И осложняете свое и без того весьма незавидное положение. Не смейте прикасаться! Это личное письмо! Ай! Пойдем! Господин Зотов, вы, кажется, пытаетесь оказать сопротивление. Нет, ребята, этот номер у вас не пройдет. Я сейчас же иду в посольство. Задержите его. Кретины. Животные. Кто просил стрелять? Ну, какого черта стоите? Быстро машину его и в госпиталь. Начинаем разработку версии дубов. Давайте для начала определим его как-нибудь для удобства. Дуб, лес, лесник. Лесник? Лесники народ хороший. Не обидятся? Не обидятся. Ну, мы им не скажем. Значит, лесник, в течение ближайших суток мы должны восстановить, желательно по минутам, все связанное с последними часами жизни Ольги Винтер. Мы не имеем права никого допрашивать, и это понятно. Никакими уликами против дубов мы пока не располагаем, поэтому работать надо ювелирно. Но это не все. Необходимо доказать прокурору, и это, видимо, придется делать мне, целесообразность эксгумации трупа и проведение экспертизы по поводу смерти Винтер. Судя по тому, что вскрытия не было, судя по тому, как Дубов мог нажать на старика Винтер, здесь что-то странное, Петр Георгиевич. Вы настаиваете на эксгумации. А прокурор спросит, каковы у нас реальные улики против Дубова, что мы ответим? Мы ответим, что Дубов не зря уговорил профессора Винтер отказаться от вскрытия. Это не ответ. Вы же не доказали прокурору, что Дубов связан с ЦРУ. Вот если мы возьмем его с поличным на разведоперации, тогда другое дело. А сейчас это его естественное желание спасти репутацию замужней женщины. Попробуйте доказать обратное. Я лично не возьмусь за это. Какую вы выдвинете версию? Боясь разоблачения, агент ЦРУ уничтожил Винтер. А улики? Как Винтер могла разоблачить его? Может, она соучастница? Или вообще несчастный случай? Несчастный случай исключен, Петр Георгиевич. Факты. Нужны факты. Дубов был участником переговоров с Нагонией. Более того, он готовил к ним материалы не только по вопросам экономическим, но и по спецпоставкам. Я хочу спросить. У вас и у Славина достаточно оснований, чтобы исключить Зотова из числа подозреваемых? Полной гарантии нет. Но если Зотов окажется чист, мы потеряем время. С самого начала мы возбудили уголовное дело по факту радиограмм. Так что основания для эксгумации у нас есть. Да меня больше беспокоит не юридическая сторона, а моральная. Отец Ольги был против вскрытия. Да морально это будет, Петр Георгиевич. Жестоко, но морально. Дубов, который любил ее больше жизни, а именно так он всем рассказывал. Стремительно похоронив любимую, едет отдыхать и в первый же день находит новую девицу. Идет в бар и танцует. Танцует? Ну и ну. Однако то, что Дубов сукин сын, это еще не улика. Да, разумеется. Ладно, я поддержу вас. Готовьте постановление, идите к прокурору. Будем эксгумировать труп. Заключение судебно-медицинского исследования трупа гражданки Винтер Ольги Викторовны, 34-х лет. Исследование проводилось в ночное время, при ясной погоде и искусственном освещении. На основании постановления прокурора Фрунзенского района города Москвы, юриста 2-го класса Панкратова, в помещении морга номер 5 города Москвы, комиссии в составе. Бойко, кандидат медицинских наук, председатель. Нагибиной, судебно-медицинского эксперта высшей категории. И Соловьева, судебно-медицинского эксперта высшей категории. Заключение прилагается на 7 листах. Выводы. Первое. Смерть гражданки Винтер наступила от отравления ядом быстрого действия, химический состав которого в полном объеме установить не удалось. В СССР такой препарат не производится. И по данным главного аптечного управления Минздрава СССР, закупки его за рубежом не производились. Второе. Судя по выявленным в составе яда химическим элементам, он обладает свойством блокировать холенестеразу, вызывая инфаркт миокарда, а затем быстро развивающийся отек легких и смерть. Третье. Каких-либо повреждений на трупе гражданки Винтер не обнаружено. Четвертое. На поставленный перед нами вопрос о беременности гражданки Винтер следует дать отрицательный ответ. Пятое. Признаков каких-либо заболеваний у покойной не обнаружено. Можно считать, что до введения в ее организм названного препарата она была практически здорова. Вашем распоряжении 15 минут. Если закончите разговор раньше, нажмите кнопку вызова. Хорошо. Миссис Глэп, доктор позволил поговорить с Вами минут 15. 15 минут. Какой прогресс. Значит, меня вообще скоро отсюда выпустят. А я хотел бы поговорить с Вами о Джоне. Так ведь он посадил меня сюда, для того, чтобы я лишнего не наболтала. Вы знаете, какие он деньги платит врачам, чтобы они рассказывали всем, какая я сумасшедшая, и не пускали ко мне файберовцев? Покурить принесли что-нибудь? Ну, давайте, давайте. Вы курите марихуану. Ну, дайте, дайте, дайте мне порошок. У меня нет. Сейчас нет. Но я Вас выручу в следующий раз. Да Вас больше не пустят сюда. Он только раз в год позволяет мне болтать. Джон хочет знать, что я еще помню. А я все помню. Вот недавно приходил сюда один легавый из ФБР, и он принес порошок. Как его звали? А как Вас зовут? Юджин Колдуэл, кинорежиссер. В таком случае я, Сара Бернар. Хотя нет, она спокойно сдохла. Считаете лучше, что я Мерлин Моро? Это будет точнее. Вот моя водительская лицензия. Он показывал точно такую. Вы думаете, я ему поверила? Он сказал, откуда он? Конечно сказал. Роберт Шор из ФБР. Он так именно сказал. Роберт Шор. Роберт Шор из ФБР. Он именно так сказал? Да, точно. Он сказал Роберт Шор из ФБР. Видите, я все прекрасно помню. Он интересовался скандалом в Гонконге. Нет. Он спрашивал у меня, откуда у Пилар дипломатический паспорт. Они же не могут трясти дипломатов на таможне. Потом он спрашивал, куда Джон вывез ее из Гонконга. Сядьте. Пилар. Шлюха. Грязная, вонючая потаскуха. Где она живет? Как где? Там же, где Джон. Он же всюду таскает ее за собой. Он ее подкладывает, а потом отплывает в ванне. Он ее подкладывал в Берлине под мальчиков несчастных. Она им говорила, кого нужно стрелять и передавала деньги. А стрелять нужно было в его друзей. Вернее, в друзей моего отца. Папе нужно было убрать кое-кого из своих старых знакомых и Джон их убирал. Ах, как жаль, что вы не принесли порошка. Ах! А вот Пилар всегда давала мне покурить. Она вообще-то добрая. Она была первой, кто дал вам марихуану. Нет. Первым был Джон. Он не знал, какого качества идет товар и хотел попробовать. Он смотрел мне в глаза, когда я затягивалась. Близко-близко. Так мой брат смотрел в глаза кроликам, которым амбутировал лапы пилкой. О, это надо было послушать, как они пищали, эти бедные красноглазые кролики. А папа, папа говорил, Эмма, нельзя Зепу мешать. Путь в науку всегда лежит через жестокость. А Зеп наплевал на науку и стал большим политиком. А разве, разве политика это наука? Политика. Это когда отпиливают кроликам лапы пилкой без наркоза. Так вот, Зеп? Зеп. Зеп Шанс. Вы не знаете Зепа Шанса? Ну что вы. Зеп Шанс живет в Мюнхене. Джон помог ему стать секретарем новой немецкой партии. Он теперь защищает интересы настоящих немцев. Мы же все немцы. Я немка, Джон тоже. Наполовину немец, только почему-то он не любит, когда им об этом напоминают. Его дядя работал у Гитлера в Рейхсбанке. Такой очень милый, тихий, интеллигентный человек. Он только и делал, что считал кольца из Дахау, коронки из Аушевица. А когда я обнаружила у отца в кабинете однажды материалы тех лет, то вдруг узнала, что Джон мой родственник. То есть я его племянница по линии мамы. И когда я спросила его об этом, вот тут-то все и началось. А если вы захотите испугать Глеба, спросите у него, как здоровье его дяди Зигфрида. И заодно скажите ему, что вы тоже хотите вчинить иск по поводу своих родственников, сожженных в печках. Только потом берегитесь. Джон никому не прощает таких вопросов. Мне он тоже этого не простил. Поэтому я здесь. Ну что вы глаза-то пялите? Ведь я сумасшедшая. Не верьте мне. А что же вы все это рассказали Роберту Шору? Роберт дурак. Он пытался меня запутать. Меня. А я все помню. Я все помню. Я была в деле. Я была большим человеком. Я знала, кого, где, когда шлепнут. Я знала, кому, где, когда, сколько причитается. Дэвид Хью. Хью. Это помощник Джона. Его потом убрали. Говорил, что я стану новой Матахари. А вы не боитесь? Угу. Джон меня пальцем не тронет? Нет. Ему нужны мои деньги. А только пока я жива. Он может. А ведь я жива. Я живая? Вы не могли бы раздеться. Ну, пожалуйста, я прошу вас. Я только посмотрю на вас. Миссис Глэп, прошу вас, успокойтесь. Ну, пожалуйста. Я тебя люблю. Миссис Глэп, что вы? Я вас прошу, пожалуйста. Миссис Глэп, успокойтесь. Это невозможно. У нас нет времени. Пожалуйста. Я прошу вас, Эмма, не волнуйтесь. Мне так неудобно. Ах ты проглядная ячейка Глэпа. Все-все-все-все. Пожалуйста, выйдите отсюда. Ну, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Я буду кричать. Миссис Глэп. Геннадий Иванович Сидоренко. Так точно. Это я вам звонил. А-а-а. Я вас жду. Прошу.